Скорее всего, вы не знаете, что Успенский собор был раньше вот у меня где-то построен. То есть это первая каменная постройка, где-то и семья, и мне это был первый собор, он назывался Успенский. Экскурсовод у группы сегодня необычный. Это начальник культурного центра регионального ОМВД. Необычна и сама экскурсионная группа. Две многодетные семьи в правоохранительных органах. Мужчину зовут Сергей Заволокин, он главный эксперт ЭКЦ, на службе с 93-го года. На экскурсию пришел вместе с женой Оксаной и тремя детьми. И это говорит только половина его большой семьи. Здесь только, наверное, половина нашей семьи. Еще старший сын, 21 год. Второй сын, у нас Николай II, он выпускник 11-го класса. Третью школу закончил с серебряной медалью. Потом старшая дочь, это Александра. Капитан полиции Елена Тарасова пришла на экскурсию со всеми своими ребятами. Двумя мальчиками и двумя девочками. Сама она не местная, приехала в Рязани с Пензы вслед за мужем военным. А дети уже родились здесь. Да и в Кремль с семьей они ходят часто. Они здесь уже не первый раз. Это как бы любимое место, с учетом того, что они здесь родились. Думаю, достаточно понравилось, особенно старшим. Елена Тарасова и Сергей Заволокин – сотрудники МВД с многодетными семьями. И каждая со своим секретом счастья. Сложный вопрос. Наверное, умение слышать и слушать друг друга. Секрет счастья нашей семьи, в общем-то, он достаточно прост. Мы православные христиане, поэтому основной залог – это послушание Творцу. Конечно же, с любовью. Любить и самим быть любимыми. Надо, чтобы была выстроена иерархия. То есть самый главный человек, на котором лежит ответственность, которого все так или иначе должны слушать. Это глава семьи папа, мама-помощница, мама внутри дома. Мама в доме устанавливает порядок. Мама тоже должны дети детства слушаться, ну и папа должен прислушиваться. Это мероприятие приурочено к будущему празднику – Дню семьи, любви и верности. Экскурсия разбита на две части. В первой семье показывают исторический центр города. Во второй – исторический центр службы. Экскурсия закончилась в музее Рязанской полиции, где сотрудников поздравили с наступающим праздником.